Здравствуйте. Здравствуйте. И пошло, и поехало. Это вот так называется предыдущая, теперешняя передача, да? Речь идет о развитии моды. И вот мы сейчас попали в тот такой вот героический, можно сказать, период, легендарный период развития моды. В прошлый раз у нас Шанель была, номер пять в том числе. Вот, Скиапарелли, Эльза Скиапарелли. Ламанова. Ламанова, да. Но это все люди, кстати, они все шили для кинематографа. Мы вот в прошлый раз об этом как-то почему-то забыли сказать. Но просто вот в некоторых фильмах, в том числе голливудских, у Ламанова это мы единственное упомянули, знаменитый советский немой фильм «Айлита». Хотя там больше было их, конечно. Да, ну и, конечно, больше было. Так, а сегодня у нас обещанный в прошлый раз молодой очаровательный испанец. Как его звали-то? Крестобаль Баленсиага. Вот знакомая моя студентка испанка говорила, что надо говорить не Крестобаль, а Крестобаль. Ну, якобы испанцы так говорят. Значит, Крестобаль Баленсиага. Мальчик из бедной семьи, который с детства шил, помогал шить маме. Да, отец у него был моряк, и он пошел в море и погиб. И вот мальчик, правда, с раннего детства помогал маме. Он был очень такой симпатичный, очень такой красивый молодой человек. И когда-то, ему было 14 лет, он выходил из церкви, и навстречу ему шла такая прекрасная, самоуверенно красивая маркиза Касса Торрес. Это такая очень эффектная женщина. Касса Торрес, это, по-моему, дом быка переводится? Да, по-моему, так. Да. И на ней был одет потрясающе красивый костюм из дорогой ткани. Такая очень была. И мальчик сказал, значит, если бы у меня была такая ткань, я шил бы гораздо лучше. Нет, он сказал, я шил бы не хуже, по-моему. Я шил бы не хуже, да. Самоуверенному, ну, юноше уже так скажем. Ну, разве можно такого мальчика пропустить? Смотри, какой красавчик. Да. И выдали ему необходимый метраж ткани. И он шил очень красивый костюм, потому что он долгое время помогал маме в шитье. Вообще, маркиза была шокирована его очень красивым. Я думаю, что она была воодушевлена, скорее всего. Воодушевлена, да. И он был направлен в магазин, который занимался платьями, ну, высокой моды для богатых людей, на учение. Да, сеньорский. Да, где он получил все необходимые знания. Потом также в его жизни была очень известная женщина. Он долгое время стажировался о Коко Шинель. Потом уже он в 1919 году, ему было в этом как раз 24 года, в возрасте 24 лет, он открывает свой первый дом моды. Сначала в Мадриде, потом в Париже, потом уже в Барселоне. И он уже парижские модели часто переделывает на испанские фигуры. Вообще, Баленсиага он знал, очень любил и знал женщину. Он говорил, что он знал прям каждую черточку, старался, чтобы платье идеально сидело. Он говорил, что нет некрасивых фигур, и на каждую фигуру я могу шить красивое платье. Подходящее платье. Он был такой вот знаток, значит, все впадины и выпуклости тел женских он знал и понимал, ценил, и мог, значит, все это дело обшить. Да? Это была основная идея. Да, причем он сравнивал чем-то архитектуру с модой, потому что платье он чем-то напоминал его дом, который одевает тело. В Испании он вообще был вне конкуренции, потому что был единственным модельером, который умел одевать и тонких, и худых, и толстых, и низеньких, и высоких. Ну, то есть вот рассказ, он почти какой-то такой легендарный, такой необыкновенный портной, что мог на любого сшить красивые одежды. Он считал, причем первый стал считать, что искусство кро – это жанр синтетический, то есть это одновременно и художник цвета, и скульптор формы, и архитектор конструкции, и музыкант гармонии, философ стиля. То есть вот такие красивые слова он говорил о моде, и, в принципе, его одеждашла на расхват. Он был такой умной философией. В 1936 году, однако, вот в Испании начинается гражданская война, и его производство в Испании некоторое время останавливается. И в 1937 году он полностью перебирается в Париж, он обанкротился достаточно, ну, так, потерял деньги. Ему необходимо выпустить было блестящую коллекцию, которая покорила бы людей. И он начинает искать спонсоров. Очень долго этот процесс происходит, очень трудно. Баленсиага не любила заниматься такими пустыми, ну, как ему казалось, разговорами. Однако он выпускает коллекцию, и коллекция от этой одежды проходит на ура. Она просто потрясает Париж, и это даёт ему возможность... То есть ему, по-моему, пришлось занять денег, по-моему, где-то. Да, много очень денег. И вот коллекция «Инфанта» называется, и вот он финансово себя оправдал, его клиентами становятся Марлен Дитрих, и принцесса Винзорская, Ингрид Бергман, то есть вот такие вот известные личности становятся его. Ну, принцесса Винзорская, это сама за себя отвечает её титул. А вот Марлен Дитрих, Бергман, это знаменитейшая актриса того времени, это, как сейчас говорят, секс-символы эпохи. Ну да, потом ещё Глория Гиннес, Полина Ротшильд, такие вот имена. Ну, Полина Ротшильд и Глория Гиннес, это всё-таки из мира финансов, да? Ну, однако... За них их мужчины, значит, платили. Ну, всё равно. Да, вот эти-то они сами за себя, символы. Вообще, в принципе, платья Болинсиаги, они предназначались для больших выходов, то короткие накидки, то длинные шлейфы. Он был создателем платья-рубашки, платья-баллона, платья-мешка, ну, очень много, то есть он придумал блузки без воротников, которые оптически, так сказать, удлиняли шею. Вот давайте посмотрим, это две таких милых девушки, такая коллекция, называется Балет. Такой очень красивый эффект. То есть это, оказывается, блузки без воротников, да? Да. Вот они действительно оптически удлиняют шею, то есть длина шеи прирастает за счёт обнажённых плеч, да? Кажется вот так оптически, особенно если без очков разглядывать. Причём... Ты не поймёшь, где начинается шея, а где начинается туловище. Причём Диор даже вот называл Болинсиагу революционером от моды. Революционером. Такие вот очень... он платье, вот такое в крас... красное платье в белый горох, очень эффектное, красивое. Ну, такое-то испанское, да? Да, он... По-моему, вот в таких платьях обычно изображают в голливудских фильмах таких вот испаноговорящих красавиц. Такие, что белый горох и красное платье, и обнажённые смуглые плечи. А это баллон, наверное? Платье-баллон, да. Такое, действительно, в двух местах перетяжечка, что-то похоже на платье ёлка, да? Ну, возможно. Потом это ещё баллон вот верхний скидывался, и там такие обнажённые красивые плечи. А-а-а. Очень эффектно так было. А там плечи, да? Да, ну, это тоже такое платье с необычной прической, ляпкой. Ну, да, это скорее жакет, да? Ну, да. Скорее жакет. Ну, имею в виду здесь платье в плане костюма. Вот это эскизы мастера. Баленсиага, он очень любил естественные краски Испании, чёрный, зелёно-коричневый, оливковый, красный. И часто использовал испанские мотивы в своих костюмах. И, в принципе, очень любил он использовать какие-то мотивы Гоя Веласкеса в своих, в отделках своих произведений. Ну, что так же... Он же использовал рисунки, что ли? Ну, понимаете, это колорит он их скорее использовал такой. А, колорит, да. Баленсиага, он... Веласкеса такой голубого много, я помню. Да, а у Гоя, наоборот, такой желтоватый, чёрный. В последние годы он стал позволять, ну, позволять, стал копировать свои изделия. Почему? Вообще, его костюмы, его платья были очень популярны. Существует такая легенда, что во время войны в Испании... Ну, дом всё-таки работал... Нет, он был в Париже, по-моему. И в Париже, и в Испании. Люди, женщины переходили границу, чтобы купить его платье. Его платье считались... Оказано в подлинке линию фронта переходили. Да, линию фронта. Чтобы купить его платье в Париже. Ну, кстати, его платье считались одним из самых распространённых контрабандных товаров, потому что за границей не стоили очень больших денег. Это, пожалуй, был один из самых таких редких авторов, которые продолжали шить во время войны. То есть при немцах Баленсиага шил во время оккупации, да? В Париже. Ну, да, и вообще многие работали в то время. Ну, как бы потом победители, наверное, отметили его негативным. Наверное, пришлось попотеть, показывая приверженность генералу Деголю. Ну, он же был всё-таки испанец, потому что вряд ли, мне кажется. Испанец, да. И вот поэтому он разрешил официально копировать американским промышленникам, однако приехал на фабрике и понял, что не то. В Нью-Джерси. Да, ну, не то, не хорошо, как-то вот плохо шьют, машинная строчка не та, ткань не та, нитки плохие. Он-то бездомно, как на конвейере автомобильном. Это же не автомобили, это же искусство. И он стал, основал собственную швейную империю. То есть он занимался уже собственной работой. То есть под видом того, что хочу дать народу хорошее платье, дай-ка я с народа заработаю. Дай-ка, лучше, прибыль буду получать я, а не американские промышленники. Ну, возможно. Вот мне хочется еще добавить Баленсиаге, что он ввел понятие дешевка, понятие дешевки курси. Вот понятие китча стало считаться в моде, ну, как вот, обозначением стиля. Вот понятие курси, на мой взгляд, это вот обозначение некрасоты и вот всего прочего. Баленсиага не любил тех клиентов, которые заказывали платья, которые им не шли, и которые заказывали платье больше, чем им было нужно. То есть он такой был интересный человек. А это, кстати, он был Баск, да? Да, он был Баск. А, то есть это Баск, это то же самое, что Гасконец. Да, это вот Д'Артаньян и Баленсиага. Оказывается, вот они, два знаменитых Баска. Баленсиага был достаточно суров, однако помогал молодым модельерам. Как-то они модельеры могли стажироваться у него в доме, помогал им советам. И Юбер де Живанши стал большим другом Баленсиаги. Он сначала был его учеником, потом другим. Он открыл дом моды напротив дома Баленсиаги. Вот до смерти Баленсиаги в 1973 году их дружба продолжалась. И вообще Эммануэль Унгара, Андре Куреш, они считают своим кумиром Эммануэль Унгара. А в 1968 году Баленсиага закрыл свой дом. А это Пьер Бальмен. Он дожил фактически до наших дней, в 1982 году он умер. Он учился у величайших дизайнеров своего времени. И после окончания Второй мировой войны он стал выпускать коллекции. И они стали публиковаться в известном журнале Vogue. Его он стал называть «Новый французский стиль». Он продемонстрировал такие короткие платья с длинными шерстяными накидками. Предлагал вернуться женщинам к роскоши и беспечности жизни. То есть говорил о женщинах в цветках. И ввел такое понятие стиля, я не знаю, как правильно сказать, может быть, Жоли Мадам. Красивая женщина. Милая Жоли. Жоли, да. Сетре Жоли. Это очень мило. Ну и, то есть он немножко перечеркнул те идеи, которые несла Шинель, Диор. Ну, по-моему, это в духе Нью-Лук, то, что вы сказали, так называемый новый взгляд, что был после Второй мировой войны. Давайте, наконец, полюбуемся на наших женщин, во что бы то ни стало, да? Значит, остать может то, что платье будет весить 30 килограммов, да? Вот, в принципе, дом Бальмена, он и сейчас существует, и основным его элементом, основным его товаром является бальное платье, потому что просто огромное количество их, они очень красивые. Такой специфический сегмент рынка, да? Да. Женщина-цветок. Герцогиня Кент, герцогиня Винзор одевается. Угу. Вы знаете, я хотел бы... Светерки из меха горностая он делал. Я что хотел бы сказать, вот вы когда про Баленсиагу говорили, да? Да. Вы сказали следующее, вот у него была какая-то своя философия, да? Да. Вот, ну вот применительно к портному слову философия, оно может показаться, звучит как-то вот, ну, ну, как сказать-то, ну, не очень, чтобы очень, да? Ну, портной какая-то там философия. Вы знаете, вот современному поколению это совершенно непонятно. Как это так у портного или у футболиста, может быть, философии или у боксера. Вот 30-е годы, это было как раз такое время, когда вообще весь мир переживал какой-то новый этап, да? А во всем мире люди стали после Первой мировой войны, ну, гораздо ровнее, чем были раньше, скажем так. Вот это вот после ужасов Первой мировой войны, как-то вот все люди-брать, этот лозунг стал очень популярным, особенно в Советском Союзе, естественно, ну, и в Европе тоже. И вот термин такой философии, вот у футболиста своя философия какая-то, да? То есть схватка двух боксеров – это схватка двух философий, бой двух боксеров, понимаете как? То есть было такое вот стремление, не то что у публики, интеллектуализировать, да, интеллектуализировать таких людей явно неинтеллектуальных профессий, как боксеры или футболисты. Хотя, на самом деле, ну как это, надо соображать, куда ударить-то. Как же это, уже интеллект уже нужен. Вот. И не только это, а и у самих вот этих вот людей, пришедших в спорт, вот в портняжное ремесло, скажем так, да, в моду, кутюрье, это ведь по-французски портной, да, кутюр? Вот. У них была какая-то вот своя философия, философия жизни, философия, как они должны вот, ну, самоотречение от каких-то своих мелких желаний на благо своей цели какой-то высокой. Победе в спорте, или вот прокормить семью, в конце концов, да, сшить красивые платья, найти, вот как вот в прошлый раз Эльзис Киапарелли, ну, явно, да, из этой области человек. Шанель, явно из этой, из такой же, так сказать, породы людей, правда? И тут вот эти два замечательных, значит, Крестобаль или Крестобаль, да, на наш манер, значит, и вот этот вот последний человек, который, идея же женщина-цветка, последний, не в смысле, последний человек на земле, последний, кого вы упоминали, да, Бальмен. Вот. Вот это вот люди тоже со своей философией. Сейчас в наше время как-то это ушло, понимаете? Постепенно это вот из спорта стало уходить, это уже вот в годы моей молодости. Почему? Потому что спорт стал уж очень спортом высоких достижений. Человек, который занимался вот каким-то ремеслом, спортом, искусством, да, уже от этой философии была лишней. Он должен был вообще от всего отрешиться, не только от философии, да. Если раньше для Баленсиаги, например, для него философия была тем стержнем, который помогал ему переносить жизнь и трудности. Не только для Баленсиаги, но и там... Ну и для остальных людей. Я просто вспомнил Баленсиагу, да, вот он как-то больше всего на спортсменов похож, да, такой вот молодой человек, такой спортивного типа. Вот, но стержень, которым помогал. То есть сейчас любая философия – это лишнее, надо выбросить этот стержень. Тут сделает тренер всё, что за него нужно. Тренеры, как это называется там ещё? Массажисты. Что-то там, значит, колют ему там, да, и что-то ещё, что-то делают. Юристы потом там его отмажут от антидопингового комитета, то всё это... Портные сошьют форму. Ну да, то есть это вот такой вот синтетический вид искусства, и вот отдельный человек уже теряет в нём роль. Да, то есть если раньше синтетика сочеталась в одном человеке, то сейчас синтетика как бы она распадается на разных людей. То есть это вот немножко печально. Синтетика, ну понятно, понятно, всё это вот эти все вещи. То есть каждый делает своё, и вот это вот поддельности никому, особенно этот стержень уже оказывается не нужен для достижения высоких результатов, понимаете? Это очень печально, мне кажется. Ну, в общем-то, это печально. Особенно в моде, потому что вот такие же скоростные изменения в моде происходят, а берутся какие-то новые стили, новые идеи. Нам о современной моде в другой раз, наверное, говорить, а по-моему, вот так вот в двух словах я вот так отношение скажу. К современной моде, к современному кинематографу в какой-то части, в каком-то смысле. Но не ко всему кинематографу, потому что он очень разнообразен. Ну, не ко всему, но всё равно в нём такой присутствует элемент борьбы за коммерческий успех. По крайней мере, коммерческо успешные фильмы, да? Им очень трудно рассчитывать на наличие вот какого-то такого вот стержня, несущего что-то, такую вот новую, новую мысль, да? Понимаете, нужно, чтобы на него пришли люди. Какая цель у фильма? Не что-то там сказать или цель у книги, а чтобы книгу купили, чтобы на фильм пришли посмотреть. Нет, ну, понимаете, бывают и исключения. Ну, мы сейчас, конечно, не о кино говорим. Нет, ну, я понимаю. Самые кассовые фильмы всё-таки несут какую-то новую идею. Ну, тем не менее, цель-то была не идею донести. Ну, да. Давайте всё-таки перейдём к человеку, который создал новую идею, который, с одной стороны, создал, сделал скачок вперёд, а с другой стороны, совершил откат назад. А, да, тоже загадочная фигура. Да, это Кристиан Диор, он родился в 1905 году в семье достаточно успешного буржуа. Да, отец хотел, чтобы сын стал дипломатом и старался на этом поприще, чтобы сын работал. Однако юному Диору нравилась как-то живопись, рисунки он любил. И поэтому отец старался потакать хобби своего сына и содержал небольшую галерею в Париже, где Диор и выставлялся. Нет, не выставлялся, он занимался как раз торговлей картинами, вот и галерею там имел. Ну, и своими тоже. Да, и так бы всё шло хорошо, однако отец Диора неожиданно разоряется, и сын остаётся без всякой поддержки. Однако Диора берут... То есть Диор был на то время никакая не Золушка, никакая не Шанель, никакая не Скиапарелли, которую надо было себя прокормить. Это был такой молодой человек, такого, так сказать, богемной, художественной, артистической богемы, да, у которого за спиной был папа. До определённого времени. До определённого времени, вот в то время, значит, когда он был, который, ну, давал ему возможность заниматься тем, что он хочет, да. Это, конечно, здорово, это для художника, так сказать, для настоящего артиста, это самое то, что нужно, да, правда. Ну, вот это его несколько раз слабило, мне кажется. Да, и происходит финансовый крах в 1931 году. Ну, как раз это в рамках всемирной депрессии, наверное, да? Ну, да, вот молодому человеку 26 лет, он в шоке, он шокирован, он не умеет сам зарабатывать деньги и устраивается в журнал, в модный журнал, он внештатным художником. Картинки рисует. Да, долгое время он там работает и учит отказываться от ненужных деталей его живописи, то есть формирует его как художника. Ну, да, то есть картинка в модном журнале, это такие вот, я помню, тогдашние журналы, я из 60-х годов, вот, это вот, если это не фотография, то это такой общий силуэт, лишних деталей нет, карманы там не показаны, так, все это вот основное, так, чтобы заинтересовать этой моделью, как-то так вот, показать основное. Ну, показать вот когда именно основу. Это минималистический стиль рисунка, да? Вот, на него что выпало. Да. И вот, начиная с войны в 1939 году, Диора берут в армию, однако по состоянию здоровья через год он был демобилизован, и он едет к отцу и к сестре, где около двух лет занимается фермерством. Значит, во время войны он где-то там тихо, мирно, в глуши французской. Ну, однако в 1941 году он возвращается в Париж. Два года прозанимался. Ну, с 1939-го-то он. Он возвращается в Париж, где устраивается к модельеру, Люсьену Ле Лонгу, и учится у него. За это время он много приносит нового, и в свой стиль, и в стиле Ле Лонга. Однако он, оглянувшись по сторонам, понимает, что он уже достаточно немолод, ему почти уже 40 лет, и он ничего в жизни не добился. Диор, конечно, в шоке, в депрессии. Как и большинство других нормальных людей, он не стал миллионером, он не разбогател, но его это привело в шок, видите ли. Знаете, меня почему-то себя пугает, почему люди в 30 лет задумываются о том, сделали ли они что-то или нет. Потому что еще больше половины жизни впереди, еще можно столько сделать. Да, еще можно повременить, еще можно отложить. Ну нет, ну... Это такой лентяйский подход, это удивительно, что он вас удивляет. Ну, не знаю. Я говорю, вот я ничего не делаю. Еще впереди, говорит, лет 20 в жизни, к вас спешите-то. Какое время? Все еще можно успеть. Это прелесть. Просто прелесть. Вот, но вернемся к Диору. Однако, Диор начинает работать самостоятельно. И его творчеством заинтересовался известный французский текстильный магнат, предпределитель ткани Марсель Бусак. Да, и причем он заинтересовался неспроста. Да. Потому что у крестьяна Диора, да, у него был совершенно какой-то, ну... Дикий стиль. Дикий, да, вот на мой, вот так сказать, на наш простой обывательский рабочий крестьянский взгляд был совершенно дикий стиль. Почему-то он наворачивал на женщину от 4 до 30 килограмм ткани. Да. Представляете, да? И причем у него были такие твердые платья, что даже на вешалке они не опадали. Это отдельно, но фабриканта заинтересовала. Это же сколько, если такая мода приживется, сколько же он сможет продавать свои ткани. И появляется стиль нью-лук, который вот он... Новый взгляд. Да, с одной стороны новый взгляд, а с другой стороны откат назад, потому что возвращаются какие-то кринолины, шляпы. То есть это никакой, конечно, не новый взгляд, это просто хорошо забытый старый, по сути дела. 12 февраля 1947 года Диор выставляет первую коллекцию, и Кэрмел Сноу, американская журналистка, с легкой руки, называет произведением Диора нью-лук. Не разобравшись. Да, не разобравшись. Не разобравшись. И женщины, уставшие от тяжелых времен, желали быть любимыми, им надоелся эмансипация, вся эта война, все эти танки, весь этот лиз. И он начинает вот они скупать, просто сметать у Диора все его платья. В Париже полно американцев, у каждого американца по одной француженке, у американца доллары, французский франк еще не конвертируем. И вот эти вот неразбирающиеся, ничего не понимающие американцы своим красавицам начинают покупать за свои зеленые, значит, вот эти самые платья от Диора. Да, и, кстати, Диор предложил новый стиль, такие покатые плечи, такую очень тоненькую талию и широкие юбки должны быть всегда. Но, однако, юбки были широкие, но доходили вот чуть ниже колена были. Ну, в таких более простых моделях, так сказать. Что-то напоминающее балетную пачку, но отдаленно очень. За короткий срок Диор получил большую финансовую поддержку от многих известных людей того времени и открыл дом на улице Монтенни. Интересно, а что это от многих людей он получил финансовую поддержку? Мне всегда это как-то вот забавляет. Ну, он был дипломатом. А, да, он же был дипломатом. Дипломатом в своей области, так сказать. Да, 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 умел работать с людьми. Это каркас платья, на который уходило невероятное количество материи. И он умел делать платья так, что вот они как-то вот, конструкция какая-то у него была, да, был у него свой секрет, что даже вот просто на вешалке они сохраняли свою форму. Шенель говорила, что Диор не одевает женщин, Диор их набивает. Она была противницей идеи Диора. Ну, понятно, что это прямо противоположно тому, что придумала она. Да, однако Диор создавал модели очень быстро, очень много. Он садился, закрывался в комнате, создавая новую коллекцию, и несколько суток без перерыва работать. Нервы настолько были бы напряжены, что любой стук мог ему помешать. Поэтому прислуга ходила в домашних меховых тапочках, чтобы не помешать. Вообще в каждой коллекции у известного дизайнера... Да не прислуга, а проходила его штат весь этот. Штат и прислуга. Все ходили и ждали. Наконец-то открывается он им эти эскизы. Они скорее давай по эскизам, а он в год должен был сделать тысячу платьев, да? Минимум. Минимум. То есть, представляете, каждый день три эскиза, три платья минимум. А потом он должен за ними следить, как они там что пришьют, а то ведь улицы не так пришьют. Причем рисовал он эскизов гораздо больше, то есть он выбирал только лучшее. То есть он несколько сот эскизов мог рисовать на одном платье. Плюс к тому Диор занимался вот еще тем, что он концептуальную идею вносил каждый раз новую. То есть обычно дизайнер носит две-три новых идей, а он до 12-20 идей вносил в одну коллекцию. То есть имеется в виду то, что два-три платья, в принципе, и тут с маленькими вариациями. Вот так обычно строится, как так называемая коллекция от кутюр, да? Да. А тут, значит, на самом деле это 12 платьев, да? И на их базе еще какие-то вариации. Он считал, что женщина расцветает к 35 годам и стремится к шику, к новому такому вот желанию. Но это он уже считал как дипломат, что она к 35 годам расцвела, у нее деньги завелись, или муж деньгами завелся. И вот сейчас пусть она и шикует, мы ей, значит, и впарим вот эти самые, ну я извиняюсь, конечно, может, кому не понравится, но это вполне коммерческий термин. Продадим ей вот эти вот 30 килограммов обещанного текстиля. Диор вводит первым силуэт Y, то есть это широкие плечи и дальше идет такая узкая талия и, в принципе, узкие бедра, то есть плечи были шире бедер. У него еще какой-то еще был силуэт? Потом у него был силуэт А, когда, наоборот, узкие плечи и широкие бедра, ну то есть, в принципе, он нередко копир, нередко многие моделеры копировали силуэты Диора. Диор был очень таким... Ну это такие вот волшебные 50-е годы, когда к нам в СССР, значит, вот стало во время оттепели попадать всякое такое красивое, красивость всякая. И вот как раз тогда у нас с Францией были относительно хорошие отношения. Франция не вошла, значит, в блок НАТО. Как-то она вошла-то вошла, но как-то и вышла. Сбоку стояла рядом с блоком НАТО. Мы дружили с Де Голлем, французская культура, французский кинематограф. Вот это все у нас такое было. И, соответственно, эти моды к нам регулярно так вот инфильтровывались. Мы на все это смотрели, как вот это и есть жизнь. Вот эти вот нелепые, в общем, по сути дела, очень неудобные платья нам оказались верхом того, что должно быть. Вот она, французская жизнь. Давайте дальше посмотрим платье Диора. Давайте дальше посмотрим платье Диора. Вот это, кстати, такой был... Можно я увеличу? Да, конечно, набитый такой был корсет, очень неудобный. Да это вообще что-то непонятное создание какое-то. Это какое-то что-то среднее между бронежилетом и каким-то спасательным для пожарников. Да, ну это основа платья. Такое пышное платье. Очень неудобное. Ну это шикарно, по сцене ходить. Наверное, актрисы шились у него. Да, конечно. Наверное, в кинофильмах играли в его одежде. Тут. А вот тут, где-то здесь, ну вот тоже вот типично так, для кино, конечно. А вот это вот в первом ряду, в первом ряду, так сказать, сидят... Марлен Дитрих. Вторая справа, да, Марлен Дитрих глаза опустила. Такая белая шубка у нее. Да, белая шубка, да. Ярко-красная. Она и тут отметилась. Но вообще все эти Марлен Дитрих и разные прочие другие звезды, они отмечались во всех модных домах. У всех они шили. Все их звали, безусловно. Все для них бесплатно шили, чтобы они, значит, показались. Ну, кстати, Диор, он никогда не отличался таким мелким самолюбием. Он восхищался и Шанель, и многими другими домами. Он, однако, у него была такая слабость, он никогда не уезжал куда-либо, не посоведовавшись со своей предсказательницей, мадам Де Лай Хайе. Де Лай Хайе. Де Лай Хайе, возможно. Если что, она французская. И, возможно, ну, кстати, она не была не француженка. Ну, наверняка, живя во Франции, ее все называли на французский манер. Я вас уверяю. Ну, возможно. И Кристиан Диор, он очень сильно, ну, много работал. И в 1957 году он решил уехать на отдых. Да, мало того, он решил, он и так похудел, а еще решил похудеть. Да, он похудел на 20 килограмм. Она говорит, не худей, ты что, сама сажал? Нет, я буду худеть. И никуда не уезжай, сиди дома. А он поехал, и умирает в гостинице от сердечного приступа. И фирма Диора. Это сердечный приступ произошел на фоне применением средств для похудания. Ну, у него что-то с головой случилось. Ну, наверное. Он похудел на 20 килограммов. То есть, в принципе, и за очень короткий срок. По-моему, это уже большой и так результат, чтобы еще худеть. Причем таким крупным уж толстым он никогда не был. Ну, вот основой Диора было то, что он создал новый вид модели. Он набирал девушек из таких мест, несомнительных мест. Он считал, что только такие женщины. Дамы полусвета это называется. Да, да, дамы полусвета. И только считал, что такие женщины могут показывать его одежду. Товар лицом. Да. Его одежду. Следующий... Да, это такой... Это кто-то из его окружения, по-моему, нет? Ну, да. Это один из людей, который работал с Диором. Да? Кто ж таков-то? Ну, он работал в его доме. Красивый, толстый, лысый. Это, наверное, к нему потом попало это дело, да? Да. И вот он до сих пор не был. Он был один... Нет, нет. Сейчас у них дом... Джон Гальян. Он вообще везде отметился. А, Джон Гальян, да. Его отовсюду прогоняли, говорят, да? Он у всех побывал. Конечно, сейчас он уже... Ну, вот и вот такие вот... Ну, это платье с такой, да? Ну, это Гальяна шьет. Гальяна уже шьет. Вот под этой маркой, да? Да, ну, это, конечно, не Диор никакой. То есть, если Шанель, она сохранила свою такую шанельевский дух, а немец смог сохранить то Гальяна, он... Так, разметал во многих домах. Ну, поменьше ткани, по-моему, чем на 30 килограмм. Ну, шляпа. Ну, шляпа шикарная. С лесой и прочее. Да, вот, следующий красавец. Юберди Жиланши. Жиланши. Основой творчества Юберди Жиланши, это было понятие гармония и желание одевать женщину очень гармонично и правильно, не стремление к эпатажу. Он открыл в 52-м году свой дом. То есть, он начал свою работу. То есть, послевоенная такая же, да? Да, послевоенная. Он от его... Он шил для Одри Хэбборн вот этот завтрак у Тиффани, это его произведение. Он считал, что женщина должна одеваться красиво. Ну, очень он эффектно и красивое женственное платье делал. То есть, такие вот романтические героини. Да, причем он был последователем Эльзиски Апареллио, которую он долго заведовал в ее бутике. И вот он шьет такие красивые, нежные, женственные платья. Он был очень привержен к женственности, выпускал духи и говорил, что необходимо, ну, не холкич не должно быть. Давайте дальше посмотрим. Такое свадебное платье, такое мелкое кружево, очень красивое. На фоне собора готического. Да, такая вот тоже... Такая, такая отрешенная женщина в вамп. Черная вечерняя. Да не вамп, просто вот такое эффектное красивое. Решительно положила руку на стол, как будто хлопнув ей в раздражении. Что-то вроде этой вот Лилии Марлен, Марлен Диддер. Ну, возможно. Вот Жаклин Кеннеди у него одевалась. Давайте посмотрим дальше. Вот тогда вот, кстати, она... Это Жаклин Кеннеди? Очень красивое платье у нее. А это вот известная такая модель, капучино ее звали. Ну, это, видимо, ее псевдоним. Да, псевдоним. Честь кофе, капучино. Она одевалась очень красиво, была эффектная дама. Его модель, да? Может быть, даже его, как это называется, муза? Нет, его муза была Одри Хэбберн, он очень много создавал для нее. И считал, что на идеал женственности, красоты, на них не позволялось никаких китчевых платьев, китчевых расцветок. Однако в 95-м году происходит его последний дефиле, который он посвящает своим... Это уже не его. Это уже не его. Ну, вернемся к Одри. Который посвящает своим людям, которые с ним работали. Ну, в моду входит китч, какая-то такая рваная одежда, яркие цвета, дешевый стиль. И получается так, что его дом не переносит столько прибыли, сколько хочется его, ну, как сказать... Хозяевам. Хозяевам, да. Потому что Юберда Живанши не был хозяином своего дома. И на его место принимают нового модельера Джона Гальяна, который сейчас заведует домом Диора. По крайней мере, заведовал еще не так давно. Но мне Гальяна, как мы уже понимаем... Англичанин, кстати говоря. Да. С какой-то такой вот итальянской... Или италинизированной фамилией, да? В общем, по-полному, по-полному он разрушил все, что сделал Живанши. Давайте посмотрим его коллекцию. Это уже вот по тем мотивам? Да, вот это вот. Давайте посмотрим. Это вот Хэмбер, ну вот, пожалуйста. Пожалуйста. Такие вот вещи. Ну, что-то такое цветастое, яркое, броское. Ну, кто сказал, что плохо? Вот вам не понравилось? Ну, это не Юбер де Живанши? Создавайте свою собственную фирму. Ну, это не Юбер де Живанши. Но зачем тогда ставить меня начальником у него? Ну, в данном случае... Это коллекция дома Живанши. Ну, если дома Шанель, она сохраняет свою какую-то такую... Ну, я уж не знаю. Шанель мы ставим идеалом все время. Не знаю. Я вот смотрел фильм, так сказать, дублер. Там же платье как раз вот этого преемника Шанель. По-моему, там не очень похоже на то, что было у Шанель. Кто же такой заинтересованный мужчина? Карден, он сейчас жив. Он единственный действующий член французской академии. Единственный из модельеров. Потому что только дома крупные могут входить в эти вот французскую академию моды. Он долгое время изучал портновское искусство. И первую свою коллекцию он выпустил и сшил. Это немножко в стиле Нью Лук, около 50 пальто и платьев. Но это уже был все-таки не Нью Лук, а что-то такое совершенно иное, совершенно новое. И он начинает производить свои коллекции, выпускать их. Он первый разрешает тиражировать свои модели в промышленном масштабе. Специально делает коллекцию проте-порте. Вот только когда проте-порте все-таки вошло после Баленсиани. Причем из-за этого, по-моему, из их профсоюзов. Да, выгнали. А потом поняли, что уж зачем-то выгонять. Лучше пусть во Франции осталось. Нет, а он потому что разумно полагал, что французы, вот эти все высокие авторы высокой моды, шьют вот, ну не для каждого француза, правда? А простой француз покупает готовое платье. А готовое платье ему моментально нашьют на фабриках где-нибудь там на Тайване, в Китае, на Филиппинах, в Японии. Они, в конце концов, и в Америке могут ему нашить, да? Как же так-то, где же французская гордость? Что же это во французской одежде кто же будет ходить, кроме заграничных модников с большими деньгами, да? Ну и вот он, значит, действительно очень разумно предложил. Его сначала выгнали, а потом приняли обратно. Он первый ввел стиль... Нет, выгнали, как-то нехорошо сказано, некрасиво, изгнали из своих рядов. Да, но потом поняли, что он был прав. И получается так, что он первый вводит стиль унисекс, когда создает женские и мужские одежды, очень похожие. Он был очень, любил эпатировать, например, на московский кинофестиваль. Он шил одинаковые платья для Элизабет Тейлор и Джинни Лалабриджиты. Но это уж не эпатировать, это просто он как-то нехорошо поступил. Да, нехорошо поступил. Женщины чуть не выцарапали друг другу глаза, и только ответственность с момента, и на вражеской территории Советского Союза... Фактически он испортил наш первый московский кинофестиваль, тем самым слегка. Ну, возможно. Потому что две тогдашних звезды, и надо же, им испортили обае настроение. Ну, возможно, однако обе звезды подали на него в суд, отсудили крупную сумму денег, но имя Кардена стало известно по всему миру. Скандальный трюк. Карден, он очень любил мини-юбки, хотя иногда работал в стиле Макси. А вот это, кстати, что за штуки такие? Это платья такие, да, это Макси. Причем вязаные, по-моему, какие-то. А вот дальше у нас, по-моему, было мини-платье в стиле Кардена. Ну, это какое-то, скажем, что-то среднее между купальником и отсутствием купальника. Да, мини-платье. Это тогдашние, наверное, 60-х годов модные сухонькие манекенщицы, одни глаза только торчат. Давайте дальше вот посмотрим. А это вот он и одна из его моделей. Мне хочется сказать, что для Кардена, для мужчин шьет более консервативно, чем для женщин. Женские наряды он всегда как-то так делает, они эпатируют публику чем-то своим цветом. Модель у нас дальше нет еще каких-то моделей? А мужские костюмы более такие, более простые. Ну, вот-вот-вот был, оказывается, пионер обнажения пупка, да? Ну, тоже... Кто придумал декольте посередине? Да нет, нет, это не он, не он, это уже современное его... Это его современное, он до сих пор же действует. Он до сих пор действует, он ушел вот уже, он перестал делать претапорте, потому что он просто делает его заместитель, а сам он занимается только высокой модой. Да, высокой модой занимается, да. Ну, вот это, наверное, та самая высокая мода, которую вы говорите, да? Да, коллекция откутилась. Ага, а это не он в 60-е годы стал что-то такое шить в стиле такого молодежного движения, так сказать, протеста какой-то, такой длинной кожаной рубахи какие-то, это не его? Нет, он все-таки стиль, ну, возможно, использовал, да. Раз любители эпатажа, то что же ему это не шить? В стиле, ну, конечно, он что-то похожее шил, но... Но это не его, да. Не его, да. Не его. А вот мини вот это мне понравилось у него, да. Ну, первый кто. Причем он очень делал интересно, когда вошел в моду Макси, он к мини просто пришивал прозрачную сеточку. То есть он делал вот формально Макси длинные платья, но до того места, где кончается мини, у него все это было прозрачное, да? Да. То есть вот такой вот он был... Забавник. Забавник. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. С кого мы в будущий раз начнем? Ну, в следующий раз мы начнем с Ив Сен-Лоран, это такая фигура, на мой взгляд... Ив Сен-Лоран. Французский гений моды. Шеми Сарафан. Да, очень такая сложная, надо сказать, фигура. До сих пор работает. Как-то его биография мне не совсем, не совсем, не совсем чужда, скажем так. Ну, возможно. Интересная вообще биография. Ну, что ж, спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok